Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Assassin's Creed, стелс-экшен от третьего лица, который до сих пор остаётся уникальным в своём роде. Curse Mountain, с одной стороны интересное, с другой скучная и медленная игра. Но если вы заждались мистических проектов, а зомби уже в печёнках сидят, обязательно поиграйте в эту игру. Star Trek Online. Настоящий функционирующий рай для любителей кастомизации. Тут можно приделать себе самые длинные уши и раскрасить свой энтрепрайз во все цвета радуги. Splinter Cell Conviction. Пятая часть приключений легендарного суперагента Сэма Фишера. Теперь он воюет сразу со всем миром, и с бывшими боссами, и со старыми врагами. В 1966 году, когда наши родители, склонившись к ламповому телевизору, слушали послания Брежнева, на американском телевидении запустили пилотную серию Star Trek. Киносага об экипаже звездолёта Enterprise под командованием капитана Джеймса Кирка. Спустя 44 года сериал становится основой для массовой онлайн-игры. В Star Trek Online 2409 год – один из наиболее безопасных с точки зрения развития сюжета. После событий последних серий Star Trek прошло больше 20 лет. Основные герои умерли или ушли со сцены. Устройство мира осталось таким же. Во Вселенной существует и Объединённая Федерация Планет. Цели и задачи у неё те же – изучать неизведанные миры. Пилоты Федерации руководствуются девизом первых исследовательских звездолётов. Наша цель – смело идти туда, где не ступала нога человека. И стараются действовать честно и бескровно. Однако сейчас Космическая Федерация охвачена войной, в которой уже раз. С одной стороны наседают несносные клингоны, которым дают только повод для драки. С другой – Борги, стремящийся всех под себя подмять. В это смутное время каждый капитан на счету. Создание персонажа в Star Trek Online – процесс долгий и увлекательный. Крайптик вообще знаменита своими навороченными редакторами внешности. Вспомните City of Heroes или Champions Online. Здесь студия пошла ещё дальше. Экспериментировать можно с портретами не только землян, но и многих других рас Star Trek. Вулканцев, Ференги, Андренианцев. Десятки ползунков позволяют создать хоть точную копию себя любимого, хоть уродца, какого галактика ещё не видела. Можно вывести свой вид гуманоида, прилепив персонажу конечности разных инопланетян, добавить агрессивные шрамы и татуировки, выбрать униформу и расовые бонусы. Пара часов креатива, и наш веслоухий исследователь с планеты Чупакабрас-3 готов приступить к службе. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 3 ГБ на жёстком диске. Оперативной памяти для запуска Star Trek Online потребуется 2 ГБ. События разворачиваются стремительно даже в начале игры. Перестрелки внутри атакованного уборгами крейсера, высадка на захваченную планету, спасение заложников, возвращение в космос и эпическая битва с гигантским клубом, флагманским кораблём врагов, пятёрка за геймплей. Star Trek Online совмещает пешие прогулки по планетам с агрессивными схватками в безвоздушном пространстве. Не самые детализированные в мире космические корабли обмениваются лазерными лучами и перераспределяют энергию то на щиты, то на оружие. Бой действительно трёхмерный. Можно заходить сверху, прятаться в ассероидных полях и жарить неприятеля в брюхо. Четвёрка за внешний вид. Звучит игра хорошо. Каждая раса озвучена в соответствии с оригинальным сериалом. Не отстаёт и музыка. Сейчас сами услышите. Пятёрка за звук. Star Trek Online — это настоящий, функционирующий рай для любителей кастомизации. Тут можно приделать себе самые длинные вулканские уши, назначить специальное приветствие всей команде и раскрасить свой энтерпрайз во все цвета радуги. Пятёрка получает сегодня онлайн-игра Star Trek Online. Научно-фантастические MMORPG выходят нечасто, и одним лишь сеттингом Star Trek Online уже вызывает интерес. Это не хардкорный космосим, игра намного проще. Но даже несмотря на это вопросов по прохождению пришло немало. Первый вопрос. Как правильно вести космические бои, а то меня постоянно подбивают? Какие есть тактики и хитрости? Отвечаем. Хороший капитан должен уметь не только остервенело долбить клавишу пальба из всех орудий, но ещё контролировать дистанцию до цели, вовремя переключать энергию с одних модулей на другие, подставлять под удар самые защищённые части корабля и при этом держать свою корыто по таким углам, чтобы пушки не простаивали? Следующий вопрос. У меня накопилась куча очков опыта. Как их лучше распределить? Стоит ли прокачивать героя или лучше заняться кораблём? Отвечаем. Прокачивать можно не только своего героя, но и весь экипаж. Скитаясь по галактике, старайтесь находить себе попутчиков-офицеров. Им можно менять внешность и специализацию. Брать с собой на планетарные вылазки и обучать уму-разуму, вкладывая заработанные очки. Навыки подопечных полезны не только во время наземных перестрелок, но и в космических баталиях. Чем лучше прокачаны ваши офицеры, тем больше бонусов будет у всего корабля. Считается, что на консоли Вии выходят в основном так называемые казуальные и откровенно детские игры. Однако уже год назад на ней появился кровавый экшен «Мэд Ворлд», а ещё через полгода вышел настоящий хоррор «Кёрст Маунтен». И теперь этот ужастик доступен для пользователей PC. Приготовьтесь к ужасающему путешествию в мир древнющих проклятий и опаснейших тайн. Вам придётся бороться за свою жизнь и посетить трижды проклятую гору. Игра хоть и на любителя, но кое-что интересное в ней найти можно. Кроме того, можно даже бояться. Разработчики стремились к этому изо всех сил. Восьмидесятые годы прошлого века. Некий альпинист отправляется в Гималайи на поиски пропавшего брата. Через некоторое время он попадает в странное место в Тибете. Это самое место для посвящённых известно как «Граница мира теней». Страшно, аж ужас какой-то. Здесь таймятся и ждут в своей участи проклятые души местных жителей – паломников, монахов, альпинистов и всех прочих несчастливчиков, которые соприкасались с древнющим злом. Лишь только безудержное желание главного героя спасти своего брата и ваше, как игрока, упорство заставит вас пройти по правильному пути до самого конца сквозь мрачные видения призраков и демонов. Кроме всей этой нечисти, вам могут помешать нешуточные для такой картинки рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ видеопамяти и 8 ГБ на жёстком диске, а также 2 ГБ оперативки. Наверное, основная фишка игры – это атмосфера, которая очень сильно напоминает одновременную серию Silent Hill и Resident Evil. Только в Curse Mountain основное действие происходит в горах, с примесью буддизма и призраками, вместо надоевших уже по другим играм зомби. Трястись от страха вы вряд ли будете, но и в напряжении игра держит. Основное ваше оружие до самого конца – это ваша кирка. Через некоторое время она сможет извергать из себя красные шарики. Герой при этом еле передвигается, а лечилками обделены вы не будете. Во время игры вам придётся постоянно находить коротенькие документы и смотреть видео вставки. Все это должно помочь вам разобраться с сюжетом. В принципе, такие игры – редкость для персональных компьютеров, и хочется поставить оценку выше. Но, к сожалению, игра скорее скучна, нежели интересная. Поэтому мы ставим всего 3 балла за игровой процесс. Графика, мягко говоря, отстойная, но вполне приемлемая. Не забывайте, что это порт с не самой навороченной консоли. Если бы его не сделали, то игру бы мы вообще не увидели. Впрочем, кроме местной снежной бури и говорить-то не о чем. Только благодаря ей мы ставим 3 балла за внешний вид. А вот звук мы оцениваем на четвёрку. Хотя это дело вкуса, и некоторым геймерам озвучка может совсем не понравиться. Поэтому мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звуковое сопровождение. Реально, не реально. Я не могу. Фёрст Маунтэн С одной стороны интересная, с другой скучная и медленная игра. Скорее всего, дело в предпочтениях конкретных индивидуумов из геймерского сообщества. Поэтому, если вы заждались мистических проектов, а зомби уже в печёнках сидят, обязательно поиграйте в эту игру. Правда, наша общая оценка всего 3 балла. Как-то скучно всё это выглядит. И совсем не страшно. Я лично ни чуточки не испугался. Честно. Кроме того, игра Кёрст Маунтэн не балует нас ни графикой, ни звуком. Однако своих поклонников этот продукт найти может. Именно для них наши ответы на вопросы по прохождению. Первый вопрос. Как пройти момент в самом начале игры, где нужно открыть дверь со специальным символом? В подсказке написано, что нужно что-то найти, чтобы этот символ обезвредить. Отвечаем. На данном этапе забудьте про эту дверь и возвращайтесь назад к комнате, где появятся останки существ. Так задумано разработчиками. Потом всё станет понятно. Следующий вопрос. Я не понимаю, что нужно делать с алтарём, где связан главный герой? Отвечаем. Всё очень просто. Чтобы выбраться из этого места, нужно быстро трясти мышкой. Видимо, это действие портировано напрямую с УИ, где тряска геймпадом непременный атрибут любой игры. Сериал Splinter Cell по праву считается одним из хедлайнеров жанра стелс-экшен. До выхода четвёртой части многие ругали Ubisoft за то, что элементов стелса в игре слишком мало, но с выходом Double Agent все эти претензии сошли на нет. Сегодня же мы расскажем вам о продолжении приключений легендарного Сэма Фишера. Встречайте! Splinter Cell Conviction! Достаточно долго серия Splinter Cell с серьёзным выражением лица рассказывала нам всякие шпионские страшилки про очередной заговор против США, раскрывать которые приходилось бравому суперагенту Сэму Фишеру. К сожалению, даже несмотря на консультации Тома Кленси, сюжет раз за разом оказывался самым слабым местом игры. Истории были плоскими, предсказуемыми, да и подача прихрамывала. Прогресс начался в предыдущей части Splinter Cell Double Agent. Идея внедрить Сэма в преступную группировку оказалась очень к месту. Играть было реально интересно. На этом разработчики решили не останавливаться и пообещали, что Splinter Cell Conviction окончательно перевернёт наше представление об известной шпионской серии. Теперь обычный допрос превращается в жестокую казнь. А чтобы дойти до своей цели, Сэм теперь не брезгует ничем. А всё дело в погибшей дочери, которую, как выяснилось, поставили его бывшие боссы. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 768 МБ видеопамяти, 15 ГБ на жестком диске и 2 ГБ оперативной памяти. Conviction. Разработчики идут на определенный риск, меняя стиль геймплея. Если раньше это был очень неторопливый стейлф-экшен, располагающий к осторожному и вдумчивому прохождению, то новая часть собирается заметно прибавить к динамике и зрелищности. Если раньше Сэм предпочитал краса, то теперь он всё чаще носится, как курьерский поезд. Поменялся и стиль боёв. Главгерой не стесняется вступать в открытые стычки с несколькими врагами. Наша оценка геймплея 5 баллов. Особое внимание уделяется подаче сюжета. В игре обещано множество красивых сцен и любопытно обставленных флэшбеков. Фишер с самого начала был харизматичным героем. В этой же части ему, наконец, удалось раскрыться полностью. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Никуда не делался и фирменный саундтрек. Как и в прежние времена, музыка подобрана отдельно к каждой сцене и органично вписывается в игровой процесс. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Сплинтер Сел Конвикшн знаковая игра для знаменитой серии шпионских приключений. И дело даже не столько в том, что в ней суперагент Сэм Фишер покидает агентство национальной безопасности США и начинает работать на самого себя. А в том, что серьезно меняется и геймплей. Наша общая оценка игры 5 баллов. Резкий крен в части геймплея, который сделала Ubisoft, можно оценивать по-разному. С одной стороны, чувствуется влияние Assassin's Creed'а, с другой же, Сэм Фишер остается верен своим фирменным фишкам. Разве что, стал еще злее. А теперь перейдем к ответам на ваши вопросы по игре Splinter Cell Conviction. Первый вопрос. В гостиничном комплексе мне нужно допросить толстяка, но как только я врываюсь в номер, его приятели начинают в меня стрелять, а сам он сбегает. И миссию приходится начинать заново. Как мне его достать? Отвечаем. Как и в других сериях Splinter Cell'а, путей решения каждой задачи множество, но самое оптимальное решение войти в номер не через парадный вход, а через боковую стену. Убедитесь, что у вас в арсенале имеется необходимое оборудование и просто-напросто взорвите стену. Затем воспользуйтесь эффектом неожиданности и тогда сможете в режиме Slow Mo достать ненавистного вам толстяка. Следующий вопрос. Я прохожу игру в кооперативе с приятелем, но он постоянно жалуется, что ему не достается врагов. Что мы делаем не так? Отвечаем. Чтобы было интересно играть вдвоем, старайтесь проходить уровни параллельными курсами. Таким образом, вы, во-первых, будете контролировать каждый свой сектор, а во-вторых, сможете брать врагов в кольцо и зачищать местность два раза быстрее. Также неплохо использовать TeamSpeak, чтобы быть в курсе перемещения друг к другу. Следующий вопрос. Что делать, если приходится совершить преступление в толпе? Прохожие постоянно вызывают полицию. Отвечаем. Вспомните опыт игры в Assassin's Creed. У них с Conviction очень много общего. Если хотите кому-то двинуть, не делайте этого на площади. Подождите, пока потенциальная жертва зайдет в тупичок или безлюдное место, и там уже можете двинуть по голове. Для некоторых же скриптовых персонажей придется выполнить ряд дополнительных действий, описание которых можно найти в брифинге. Обладатели PC ждут не дождутся, когда уже на прилавках магазинов появится Assassin's Creed 2. Тем временем любители консолей нового поколения уже вовсю бороздят просторы местной вселенной. Что ж, давайте хотя бы одним глазком посмотрим, что там у них происходит. Новое место действия Италия год 1476 Молодой флорентиец по имени Эцио ведет жизнь типичную для молодого повесы без материальных проблем. Бьет морды такой же золотой молодежи, как и он сам. Ночует в спальнях у богатых незамужних девиц, бегает по поручениям папы, днем банкира, ночью ассасина, не особенно вникая в их смысл. Вникать приходится, когда папу и двух братьев Эцио хватают по ложному обвинению в заговоре против города и казнят на центральной площади. Эцио достает из сундука отцовский костюм ассасина, прячет остатки семьи на дядиной вилле и начинает методично в течение 12 лет истреблять всех, кто причастен к гибели родственников. И чем больше трупов оставляет после себя Эцио, тем яснее становится, что за всей этой историей стоит что-то очень крупное, поважнее, чем просто борьба за власть или охоту за артефактами. Финальный босс сам Папа Римский. Системные требования к игре следующие. Процессор работающий на частоте 2,8 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 4 ГБ свободного места на жестком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Ассасин's Creed это стелс-экшен от третьего лица. До сих пор уникальный в своем роде. Ликвидация каждой цели обставлена как многоступенчатая операция. Сначала нужно провести подготовительную работу, потом добраться до места назначения, потихоньку устранить охрану, уничтожить ВИПа, а после этого унести ноги. Путешествовать стало проще. Не нужно больше скакать от одного города до другого по 10-15 минут. Стоит выехать за ворота, выбрать нужную дорогу и вас тут же телепортируют в окрестности соседнего города, исключением является лишь тракт между Форли и Флоренцией. По пути не будет никакой стражи. Никто больше не пустится в погоню за вами только потому, что вы слишком быстро скачете. Стражи есть лишь в городах и у городских стен. Разнообразие сильно не прибавилось, зато вырос объем контента. Игра стала намного больше. Даже если сосредоточиться только на сюжетных заданиях, прохождение займет два дня. Оценка за геймплей 5 баллов. Визуально Assassin's Creed 2 недалеко ушел от первой части. Разработчики лишь добавили различные приемы, подправили анимацию, украсили города. Кстати, теперь их четыре. Флоренция, Венеция, Форли, Сан-Джиминьяно. Рим доступен только в последней миссии. Каждым бесчетное количество бонусов, лавок, NPC с дополнительными заданиями. Форли и Сан-Джиминьяно небольшие по размерам. А вот Флоренция и Венеция занимают такие площади, что даже после первого прохождения могут остаться неисследованные места. Четверка за графиком. Звук и музыка также не отстают. Композиции полностью соответствуют духу игры. Мы действительно находимся в Италии 14 века. Будь то звуки клинков, выкрики стражников или что-то еще. Все проработано с вниманием ко всем деталям. Пятерка за звук. Эй! Граб Если вы пропустили первую часть Ассасин's Creed, то сейчас возвращаться к ней уже смысла нет. Начинайте сразу со второй. Путешествовать стало проще. Передвигаться внутри городов и оставаться при этом незамеченным тоже стало легче. разнообразие сильно не прибавилось. Зато вырос объем контента и, конечно, повысилось качество всего проекта. Общая оценка игры 5 баллов. Ассасин's Creed 2 хорош. В первую очередь задания и квесты. Они стали разнообразнее и сложнее. Как проходить некоторые из них вы узнаете прямо сейчас. Первый вопрос. Подскажите, видел задание побывать в каждом городе в капюшоне аудитории. А где взять этот капюшон? Вещь в мешке его нет. Отвечаем. Для того, чтобы получить эту накидку, вам необходимо собрать все перья. После этого отправиться к матери Эцио и переговорить с ней. Она даст тот самый заветный капюшон. Следующий вопрос. Никак не могу добраться до сундука, который находится около канала. Сундук охраняют четыре стражника. Как с ними расправиться? Отвечаем. Если вас интересует исключительно сундук, то со стражниками связываться нет никакого смысла. Просто обойдите их по крышам и аккуратненько заберите содержимое. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени как всегда не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться? Вап.муз.дфиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ собакамуз.дфиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого!